Итак, в данном видеоролике я бы хотел поговорить на очень важную тему, которая называется экономическое стимулирование рынков. Я в этой теме хочу раскрыть понимание, что такое КУЕ, что такое ДКП и сравнить фондовый рынок США с фондовым рынком России, а именно указать в каком из фондовых рынков постоянно запускают программу количественного смещения или, как именуют в простонародье, печатный станок. Давайте начнем с темы КУЕ. КУЕ – это количество смягчения. Я сейчас оглашу определение данного момента из официальной тематики и при этом подкреплю основные аспекты по практической тематике, скажем так. Количественное смягчение – это, подчеркиваю, монетарная политика, которая используется именно центральными банками для стимулирования своих национальных экономик. Когда традиционные монетарные политики в связи с рядом факторов внешнерыночных являются их средства недостаточно эффективными в решении разного рода вопросов экономических, то запускается программа количественного смягчения. При количественном смягчении центральный банк покупает или берет именно в обеспечение финансовые активы для впрыска определенного количества денег в экономику. Тогда, как при, подчеркиваю, традиционной монетарной политике, центральный банк или покупает или продает государственные облигации для сохранения рыночных ставок и процента, именно процента, на определенном уровне. То есть, простыми словами, количественное смягчение – это вброс денег в экономику для того, чтобы поддержать рынок, американский в данном случае, то есть экономику и фондовый рынок. При данной ситуации фондовые рынки при программе количественного смягчения, они растут. Например, программу количественного смягчения в Федеральной резервной системе США запустила в октябре 2019 года. Это была четвертая по счету. И что происходит дальше? Фондовый рынок США у нас растет. Растет, растет, безоткатно растет. И только, только подчеркиваю, когда наступило 17 февраля, Министерство финансов Соединенных Штатов изъяло из рынка американского 264, по-моему, миллиарда долларов для того, чтобы что-то сделать, а именно погасить как-то более-менее свои долговые обязательства. Потому что в Соединенных Штатах долги все-таки не одну копейку, как говорится, стоят. Они там триллионы долларов. Издержки колоссальные. Также отмечу я следующее. То, что предыдущий финансовый кризис 2008 года и 2009, ну даже, точнее, с 2007 по 2009, он был по факту контролируемый. Вот. Это важный момент. В чем заключается сущность окончания этого кризиса? В феврале 2009 года в Соединенных Штатах Америки на одном из, скажем так, государственном собрании объявили о том, что запускается программа количественного смягчения. В чем главная суть обвала рынка акций? Сущность ее в том, чтобы охладить рынок. Потому что американский рынок это радикально и первоочередно переоцененный рынок по сравнению с остальными рынками. И кризисы на американском рынке, они контролируемые. До единого. Потому что если не сконтролируют этот кризис, извините меня, разными роды экономическими инструментами, то бесконтрольный кризис это все. Это труба. Поэтому и каждый кризис, повторяюсь, он контролируется. И вот в чем факт. Они в феврале 2009 года, федеральная резервная система объявила о том, что начинает программу количественного смягчения. И что мы видим? Наступил даже март. И видите, как потом он безоткатно рос. То есть без огромных откатов. Вот до этого момента времени. Это было первое куе в новом экономическом цикле. До апреля 2010 года. Когда, подчеркиваю, куе сворачивается, короткосрочно рынок уходит в коррекцию до определенного периода времени. Но я отмечу и другое. Американский рынок, он поддерживается чаще искусственно, чем натурально. Почему? Потому что, когда денег много в стране, в компаниях, в экономике и в прочих моментах, куда девать деньги, скажите мне, пожалуйста. Отдать там дяде Васе? Зачем? Тете Моте? Смысла нет. Бабе Вале она пропьет. Значит, компаниям, вот у тех корпораций, у которых имеются деньги, значит нужно выкупать акции. Свои же акции выкупать обратно. Байбэк совершать. И на фоне этого американский рынок рос последние 12 лет. Это был один из главных инструментов роста американского рынка наравне с программой количественного смягчения. Далее. После первого куе, ну то есть его остановили, произошел в этом диапазоне обвал небольшой. Потом рынок начал равномерно расти. Вот этот диапазон, то что я сейчас обвожу, вот этот диапазон. Это не куе, это байбэки. Это первая волна байбэков пошла на американском рынке. Далее. Второй куе состоялся вот здесь. С 11-го года, вот, вплоть до 15-го. Все росло. Причем без радикальных откатов. Потом. Здесь уже куе свернули. Все. Свернули. Это первое, это второе сворачиваем. Все. Рынок тоже обвалился. Точнее, он ушел свой боковик. Потом. Пришло время третьего уровня количественного смягчения. Это уже так называемый Трампа ралли. Когда Трампа переизбрался, точнее, когда Трампа избрали на должность президента Соединенных Штатов. Вот смотрите. Рос безоткатно. Вот, до этого периода времени. Вплоть до 18-го года января. И там же обвалился он. Понимаете? И даже там он обвалился. Но, подчеркиваю другое. Наравне с этим куе и объявлялись байбеки по разным компаниям. Амазон. Насколько помню, Гугл тоже, в том числе. Айти-компания и прочие иные корпораты, по сути, гиганты экономической деятельности на территории США. Они просто выкупали акции, свои акции, свои акции назад. На фоне чего и свои акции, а их акции, то есть, росли в капитализации по курсовой стоимости. И при этом еще американский рынок, S&P, Dow Jones, назад, они тоже росли. Потому что выкупают, в первую очередь, байбеки содержат, именно гиганты, которые входит, которые занимают огромную долю, большую долю в этих индексах. Как, к примеру, у нас на московской бирже, кто у нас занимает основную долю? Газпром, Сбербанк, ГМК, Норильский Никель, Лукойл. Именно эти четыре компании и формируют движение нашего индекса. То же самое и на американском рынке, к примеру. Это компании Apple, это главная голубая фишка американской. Это как у нас Газпром, у них Apple. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Alibaba, ну и прочие все эти компании. Далее, когда свернули куе, байбеки продолжились. Но, вы меня спросите, а что тут-то обвал был? Если тут куе свернули, байбеки продолжились. А тут-то что обвал? А я вам скажу следующее. Вот в этом диапазоне, то, что я обвожу вам сейчас, было именно стратегия Центрального банка США на увеличение процентной ставки. Это уже мы переходим плавно к вопросу о ДКП, о денежно-кредитной политике. От лица Центральных банков. Далее. Они увеличили. Вот то же самое, к примеру, смотрите. Вот то, о чем я говорю уже не первое видео, не первый пост в Телеграме. Сейчас у Федеральной резидентной системы США какая процентная ставка? Вот скажите мне. Правильно. Примерно 0,5%. Сегодня Центральный банк Великобритании ставку снизил. Теперь у них 0,25%. Кстати, в США там, еще раз, 0,5-0,75%. У них диапазон есть определенный. При этом сейчас пошел тренд на снижение процентных ставок. Для того, чтобы поддержать рынки ликвидностью. Понимаете, да? Частично это помогает. Да. Частично это помогает. Согласен. Но проблема-то в другом. Когда ставка придет в 0, это уже будет проблема в том плане, что не будет экономического, скажем так, маневра от лица ЦБ, чтобы как-то еще задрать рынки еще выше. Понимаете? Тут уже проблема. Почему проблема? А потому что уже все экономические, скажем так, стимулы, они уже исчерпаны. И при этом сейчас параллельно с ДКП, со снижением ключевой ставки, вливают деньги в рынки. И в чем главный аспект? Когда оно придет в 0, ЦБ придет ставку потом повышать. И когда будет процесс повышения ключевых ставок, вот тогда пойдет массовый обвал и во всех просто, на всех рынках. Затронет все. Почему все? Американский рынок это флагманский рынок. S&P 500 это флагман, с которым коррелируют все рынки. ММВБ, не знаю, рынки Европы, Восточной Европы, Западной Европы, там рынки Китая, рынки, не знаю, Зимбабве, какого-нибудь там, Банановой Республики. Все коррелирует именно с S&P 500. Вот. И они ставку здесь подняли. Понимаете? Подняли. Доллар укрепили. Но рынки-то обвалились. И когда пришел обвал, вмешался опять Центральный Банк КНР, Центральный Банк Китайской Народной Республики. Хорошо, без проблем. Рынки на фоне пошли вверх. Как бы ситуацию более-менее устаканили. Но потом наступает летний период времени. Трамп начинает беситься. Трамп говорит, мол, типа, Жером, ты козлодой. Понижай ставку, вливай деньги в рынок. А Жером, как забитая собака, сидит в углу, что-то мямлит. Но при этом, при этом, отмечу другое. У Трампа цель переизбраться на президентских выборах. Что будет потом с рынком, ему глубоко фиолетово. А вот потом будет не просто суп с котом, а кровавый суп с костями. Вот тут-то и надо думать наперед просто. Почитывать риски. И вот смотри, в чем прикол. Трамп зажал Пауэлла. Все, Пауэлл, извините меня, он просто задерывался. Мягко, без мата. Запустили программу количественного смещения КУЕ в октябре. Она проработала. Да. Факт в чем? Она и сейчас работает, но в малых объемах. Раньше они вливали 60 миллиардов в месяц. Теперь они, по-моему, сколько? 48, если я не ошибаюсь, вот по последним данным. И при этом сейчас что мы имеем? Мы сейчас имеем 4 Центробанка. Соединенные Штаты Америки, Европейский Центральный Банк, Банк Японии и Банк Китайской Народной Республики. И эти банки, они просто вливают деньги в свои рынки. Например, сегодня Центральный Банк Японии продолжил покупать индексные фонды на их акции в объеме 100 миллиардов японской иены в день для поддержания своего же рынка акций. То есть, понимаете, в чем факт? Вот экономические проблемы, они сейчас нарастают в совокупности. Это как снежный ком. Это знаете, как вот, если у вас было хорошее детство, вы по-любому лепили снеговика. Вы когда ком тащили, он у вас нарастал. Все. Та же самая ситуация и здесь. Ком тащат, проблемы нарастают. И поэтому ситуация, связанная с количественным смягчением, она рано или поздно завершится. Рано или поздно придется рынки пустить в свободное плавание. Но при этом, при этом, вот в чем является переоцененность американского рынка? Давайте говорить по факту. Не лукавят друг другу. Говорим честно. Байбеки, в первую очередь, это переизбыток денег в компаниях. Они не знали, куда еще тратить. Если не знаешь, куда тратить, давайте выкупать. Свои же акции. Акции задирали, подчеркиваю. Все голубые фишки американского рынка задрали вверх. Apple, Amazon, Google, Alibaba. Ходит компания китайская, но она котируется на американском фондовом рынке тоже. И в чем факт? Задрали. Окей, хорошо. Сейчас байбеки сократили. Потому что понимают, что, ну мать вашу, денег, то есть капитализация уже дорогая. Куда еще? Куда еще вкладывай? То есть, извините меня, капитализация дорогая. То есть, зачем еще покупать? Резона нету. И поэтому байбеки сократились. И сейчас, сейчас последнее экономическое оружие, это центробанки. Это центральные банки остались. Все. К сожалению, рано или поздно, понимаете, придется мириться с той мыслью, что вот, если вы инвестор, если вы еще раз покупаете акции на долгосрок, 10-15 лет, вам глубоко фиолетово. Уоррен Баффет. Этот дед, ему 90 лет уже в обед. Он прошел много кризисов. Ему глубоко фиолетово. Покупает акции там, по максимуму, по минимуму акции, на обвалах, на эйфориях, на кризисах. Везде покупает акции. Держит уже на их, ну сколько, лет 50, наверное, полвека, а может и 60 лет, кто его знает. Я точную биографию не знаю. Там, по-моему, он в 47-м год начал инвестировать. Уже почти что век. Почти век. Понимаете, почти век. Вот. Если вы инвестор, избирайте такую же политику. Покупайте на минимумах, увеличьте вашу дивдоходность. Почему? Потому что американский рынок, американский рынок, это рынок, который, скажем так, сверхдиверсифицированный. Это рынок, где экономические секторы, экономики, они максимально развиты. Это рынок, где просто дохренича стартапов, скажем так, который тоже с точки зрения объективности показано то, что довольно весомо развит экономический сектор, экономический сектор Соединенных Штатов. Очень главный аспект. Вот. И переходя уже к теме, окончательно к теме ДКП, денежно-кредитной политики, именно снижение ключевых ставок. Вот просто подумайте, для чего Центральному банку снижать ключевую ставку? Например, для российского ЦБ. В чем выгода? А выгода простая, экономическая. ДКП, снижение ключевой ставки. Ключевая ставка Центрального банка с чем коррелирует? Со ставкой на кредиты, со ставкой по вкладам. Банальные вещи. Что нужно, чтобы экономика работала? Давайте вспомним одну главную вещь. Экономика работает на потреблении. Пока что только так. Пока, к сожалению, не был выведен нового экономического, скажем так, стимула для дальнейшего развития человечества. Что-то совершенно новое. Понимаете? Нету пока такого, к сожалению. Пока такой человек на планете еще не родился. И в итоге. Снижение ключевой ставки это удешевление кредитов. А удешевление кредитов это бизнес берет кредиты под наиболее мелкие проценты. Именно бизнес. Про физических лиц вопрос другой. Вот, кстати, физические лица. Физические лица, кстати говоря, берут кредитов именно в Российской Федерации больше. У нас экономическая ситуация хуже внутри страны. Поэтому и чтобы как-то концы с концами свести, приходится физическим лицам, именно гражданам России, как-то кредиты свои, кредиты и брать на погашение других кредитов. То есть кредитная яма получается, понимаете? Взял один кредит, чтобы погасить другой. Пока на данном факторе и какая-то то ли экономики у нас в стране и держатся. Именно кредитная политика в первую очередь. Например, для, повторяюсь, американского сектора, денежная кредитная политика, именно ее смягчение, оно в принципе равносильно к стимулированию в первую очередь рынка. рынка акций. Потому что, тут даже банально просто можно понять, если на альтернативном финансовом инструменте доходность ниже, например, сейчас по многим трежерис, американских гособлигациям, ставка она где-то 0,5, что-то такая процент ставка у них. Доходность минимальная. Трежерис, это для многих спекулянтов и инвесторов, это, скажем так, именно для больших спекулянтов инвесторов, для хедж-фондов, инвестор домов и прочих компаний, банков, пенсионных фондов. Это тихая гавань. Просто припарковать туда деньги. То же самое, что я вам говорю, к примеру. Если начинается новый бычий цикл, припарковывайте деньги в облигации. Банально просто все. Вот я опять же говорю, чисто попасть в смысле, условно, ориентироваться. Вот. И снижение процентной ставки, это, скажем так, мотивация для рынка акций, чтобы произошел набег физиков, физлиц. Ну, скажем так, под инвестицию. Понимаете, в Соединенных Штатах Америки инвестируют многие люди. У них финансовая грамотность, она развита более сильнее, чем у нас. Поэтому, исходя из такого главного момента, тут, наверное, стоит выделить то, что у них фондовый рынок в приоритете. Поэтому и результат роста индексов у них налицо. И далее я бы хотел затронуть последнюю тему, а именно сравнить Центральный банк РФ и Центральный банк США. То есть и также наши рынки. Понимаете, в чем факт? Вот меня некоторые товарищи упрекают в одном, в одном. Я обидую на кого-нибудь, ни в коем случае. Я просто хочу выявить истину в этом вопросе. А именно о том, что они говорят, что Центральный банк РФ запускает КУЕ. Количное смягчение. Но эти товарищи не понимают другого. Те, кто мне это говорит. То, что КУЕ запускается, в первую очередь, на поддержание фондового рынка. А у нас фондовый рынок России разве поддерживается? Нет. Со стороны Центрального банка он не поддерживается никак. Почему? Потому что у нас основной оборот на российском рынке, вот именно, как бы, скачку этих котировок устраивают именно иностранные спекулянты, иностранные инвесторы. Ну вот, например, перед вами сейчас индекс государственных облигаций Российской Федерации. Это индекс ОФСЗ. Скажите, пожалуйста, вот что вы видите сейчас на экране у себя? Вот с момента, давайте брать с момента, с 18-го года, с конца 18-го года, что вы видите? Растущий индекс. Что это значит? Это значит то, что иностранный капитал припарковал деньги в Российскую Федерацию, в российский рынок. Был спрос на облигации федеральных займов. Понимаете, в чем факт? Затем, с мая 19-го года, пошел дикий всплеск объемов. Понабежали все. А понабежали все, почему? Потому что иностранному инвестору важна экономическая ситуация той страны, в которую он инвестирует. Давайте говорить по факту. В 19-м году в Российской Федерации вышел отчет. Точнее, за 19-й год. Там профицит бюджета, деньги есть и прочие моменты. Инорезы смотрят именно на это. Им важно, чтобы долговая нагрузка страны была минимальная. Чтобы центральный банк не вмешивался в рынок. Потому что, когда вмешивается центральный банк в рынок, куе, куе, количество смягчений, это не какая-то пресловутая помощь. Нет, это необходимость для того, чтобы простимулировать рынок пойти еще выше. Понимаете? А у нас рынок российский, он растет сам по себе, на натуральном фоне. Ни разу в российском рынке еще не было вмешательства центрального банка с программой количественного смягчения. У нас рынок растет сам на сам. Сам по себе растет он. Только растет сам. Натуральный. У нас натуральный. Даже вот нынешний обвал, это натуральный обвал. Это выход и нарезов с российского рынка из того, что нефть упала. Выход из облигаций федерального займа, потому что риски, потому что мировые риски, они имеются. Я вот говорил, например, ранее. Если будет нефть ниже 50 долларов, я еще говорил до обвала об этом, ниже 50 баксов. Российский рынок заштормит. Будет нефть ниже 40 долларов, убегут. И нарезы. Они что сделали? Заштормило и убежало. И я не брал откуда-то с неба эти факты. Я с этими фактами сталкивался. 14-й год, 17-й год, 18-й год. Одно и то же каждый раз. И оно будет повторяться из года в год. То есть, из события к событию. К сожалению, наш рынок это развивающийся рынок. В этом контексте. И нельзя говорить о том, что в развивающемся рынке, с учетом даже высоких дивидендов, что интересует также иностранных спекулянтов. Особенно, когда доллар находится на отметке 60 рублей за доллар, как вариант. 60-65. Дефодность привлекательная? Извините меня, а риски-то в стране, к примеру, до этого обвала были? В риске на российском рынке до обвала нефти? Рисков таковых не было. К сожалению, у нас рынок и сама страна прикреплена именно к нефти. И поэтому, когда нефть падает слишком низко, у нас начинаются катаклизмы. Но, если отметить еще и другой фактор, подушка безопасности в стране имеется. То есть, как-то страну радикально сильно это не затронет. Почему? Потому что какое-то время, сейчас такая ситуация побудет даже на рынке, вот нынешняя ситуация, какое-то время, какое-то время, потом все равно все устаканится. Плохо быть никогда не может. Сейчас медвежий тренд, потом придут вновь быки на рынок, как только изменится внешняя ситуация. Поэтому и Нарезов тоже, повторяюсь, интересует именно КУЕ, того рынка, в который они входят. Если КУЕ нету, с рынком все спокойно, все стандартно, все стабильно. Кредиты у страны маленькие, у Российской Федерации рекордно низкая кредитная задолженность. Это тоже их привлекает. Почему? Потому что некоторые даже мне пишут в комментариях, говорят, мол, типа, «А нахрена Российская Федерация берет кредиты?» Господа и дамы, а нахрена физлицо берет кредиты в банке? Например, нахрена я беру кредит в банке? Я беру его для того, условно говоря, условно говоря, если я возьму его, если я возьму его, я возьму для того, чтобы поддержать свою кредитную ликвидность, кредитную историю. Чтобы банк потом увидел, что вот там есть Михаил, какой-то такой, живет там-то, там-то. Охрененный клиент. Давайте-ка мы попробуем впарить кредит. Понимаете? Они мне позвонят, скажут. Михаил, здравствуйте, это банк ВТБ. Меня зовут Игорь. Хочу вам предложить кредит. А я ему ответ скажу. Нет, Игорь, спасибо, меня это не интересует. Мне не нужен кредит. Но, еще раз подчеркиваю. Главный момент. Это кредитная история. И Российская Федерация тоже сам берет кредиты для того, чтобы поддержать свою кредитную историю. Не из-за того, что в экономике хреново все. Не из-за этого. А просто поддержка кредитной истории. Все. Все банально просто. И никакой конспирологии здесь нет. Здесь обычные экономические шаблонные факторы. То, о чем, по сути, я вам сейчас и говорю. Без каких-либо экономических выдумок. Поэтому и российский рынок, он оставался привлекательным. Ранее. Когда там, условно, Газпром стоил там 270 рублей. Скажем так. И там, когда ММВБ был на отметке 3200 пунктов. Оставался привлекательным. И когда был РТС на 1600 пунктов. То сейчас он стал еще привлекательнее. Понимаете? РТС пришел на отметку почти что 1000 пунктов. Вот посмотрите. Где он? 1000 пунктов почти. Если он придет на отметку 650 пунктов на свою поддержку кризисную. Восьмого, четырнадцатого года. Рынок РФ будет непривлекательный. Рынок РФ будет сексуально невоздержимо возбудимый. Понимаете? Даже у меня, извините, у меня стояк встанет. Если я Газпром увижу, например, по 100 рублей. У меня эрекция космическая будет. Или там, не знаю, Сбербанк по, не знаю, там 90 рублей. Да я в трансе буду. Так же, как и любой другой инвестор. Потому что восстановление рынка будет максимально сильным. Но это опять же, опять же. Я не говорю, что он так будет. Я просто привожу факт. Факт. Того, что рынок российский, он недооцененный. Он в какой-то степени даже рисковый. Но. Но. Но все равно он для любого иностранного инвестора, спекулянта, остается интересным. Я отмечу даже другой фактор того, что к 25-му, к 30-му году все равно уже спадет интерес к развитым рынкам. Почему? Потому что развивающиеся рынки, они тоже на месте не стоят. Бразилия, Российская Федерация. Я про Китай молчу. Китай тоже развивающийся рынок. Но там все, в принципе, очень даже неплохо. И так или иначе, интерес к российскому рынку, он будет только нарастать в будущем. Поэтому я никого не зазываю, опять же, в этот аспект. Я просто выражаю сейчас свое мнение, о котором я говорю уже всю свою публичную деятельность. Еще до того, как я завел канал на Ютубе по просьбам, уже реально по просьбам масс, по просьбам большинства людей, которые меня читали на каналах, некоторых инвестблогеров, на форумах. Я об этой теме говорю уже очень давно. И поверьте мне, хотя можете даже и не верить, можете просто вслушаться в данный контекст. Российский рынок, он просто обречен. Тоже пойти вверх. РТС обречен стоить 3000 пунктов. Но эта обреченность, она растянута во времени. Может быть 5, может быть 10 лет. Но этих целей рынок он достигнет. В любом случае. Просто необходимо здесь дождаться и проявить некоторое терпение. Если, опять же, вы инвестор долгосрочный. И, наконец-таки, подводя итоги данного видео, по теме того, экономических стимулов для рынка, я, наверное, скажу следующее. Среди масс очень много людей, которые считают, что, еще раз, куе это хорошо. Понимаете, куе это не всегда хорошо. Не всегда. Особенно, когда центральные банки загнаны уже в угол, когда уже не остается иных методов для стимулирования экономики, таких прям демократичных, врубать радикальные методы. Это количество смягчения. Еще раз говорю. Американский рынок последние 12-11 лет рос именно на этом. Куе, байбек, куе, байбек, куе, байбек. Все. Оттуда уже, по факту говорю, мажоритарные инвесторы постепенно выходят. Это видно по индексу умных денег. И, понимаете, я, к сожалению, не могу уповать на рост американского индекса, ну, к примеру, к отметке 4 тысячи. К сожалению, не могу. Потому что данная отметка, я полагаю, она будет достигнута только в долгосрочной перспективе. Потому что есть резон увидеть еще один сильный бычий тренд. Сильный бычий. Есть. Есть. Но нужно тут понимать одно. Что это один из последних бычьих трендов вполне вероятно будет. Не стоит уповать на рост рынка в дальнейшем. Потому что уже и без того рынок растет последние 12 лет почти. Необходима передышка. Необходимо прийти к справедливым значениям американского рынка. И рано или поздно, я уверен, что данная ситуация будет исполнена. И поэтому, исходя уже из основного вопроса, насколько сильно упадет российский рынок при таких событиях. Господа и дамы, давайте говорить по факту и честно. Не будем лукавить друг другу. Не будем мы друг друга обманывать. Российский рынок, я ориентируюсь сейчас в первую очередь на ММВБ, РТС. Ну, это всем понятно. Это индексы основные. Радикально сильно, я думаю, не упадет. Почему? Мы не выросли. За текущий период, 11 лет, мы не выросли. Наши основные голубые фишки, то же самое, Газпром, он не вырос. В то время, как Новотек, к примеру, вырос. Лукоил вырос. Роснефть в Газпром нет, выросли. А иные голубые фишки не выросли. Да и, в принципе, даже если говорить про РТС, то мы даже не достигли отметки 2100 пунктов. Отметка 2011 года. Нам только ее суждено достигнуть. Опять же, в перспективе определенного времени. В принципе, на этом все. Я рассказал и подробно на пальцах доказал, что такое экономическое стимулирование рынков, что такое КУЕ, ДКП и провел корреляцию между Центральным банком России и Центральным банком Соединенных Штатов. Подписывайтесь на канал Саймонов Биржевик, канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли, аналитика, обзор акций и облигаций, технический, фундаментальный, обзор индексных фондов, а также торговые идеи. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотная стратегия. Наши главные союзники. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.